Мы завершаем лекцию о королевстве Кастильи в первой половине XIV века разговором про Кастильское общество первой половины XIV столетия. В данном случае разговор этот оказывается важен, я позволю себе сделать эту демарку, тем, что XIV столетие, именно 50-е годы оказываются очень серьезным водоразделом в Кастильской истории. До этого момента принцип, ну все, даже начинаются знати принципы организации и диверсификации, знати один, после будет уже другой, меняется все, изменится в результате войны Трастамара, с которой начнется следующая лекция, изменится все, изменится социальная структура, изменится внутриобщественное отношение. Начнется формирование знати нового типа, еще одним фактором, который тоже окажет свое страшное влияние, о котором мы практически не говорили еще, да, и будем говорить как раз, начиная следующую лекцию, это, разумеется, черная смерть, эпидемия бубонной чумы. Вот поэтому, вот в данном случае, да, правление Альфонсо XI, это такой последний кадр того, что можно назвать традиционным, в кавычках, да, Кастильским социумом высокого средневековья. Начинается знать, да, знать, как вы видите на слайде, делилось, на самом деле, внутри себя на три больших слоя, отличавшихся, прежде всего, по критерию роли этих людей и их значимости в военных действиях. Верхний слой – это рикос омбрес, они же магнаты. Это командиры больших контингентов. Это командиры, это люди, занимавшие высшие должности в королевском войске, когда начинался поход. Это, наконец, владельцы огромных земель и обладатели широчайшей территориальной юрисдикции, элита кастильской знати, богатейшие и могущественнейшие люди. Собственно, вторым способом их описания, кроме рикос омбрес, их часто называют омбрес подеросус – могущественные люди. Отличительный знак, у них есть гербы, и они имеют право, имели право в походе развивать собственное знамя под королевским знаменем, пускать собственное. Следующий слой знати, более многочисленный, разумеется, и менее влиятельный – это так называемые инфансоны. Они командовали отдельными отрядами в составе более крупных сил. Это владельцы замков, хозяева замков Шателена, если угодно французскую терминологию. В Кастиле именно из этого слоя часто назначали командующих крепостями и замками комендантов. Их называли алькайды. Не путать с алькальдами. Это разные люди. Наконец, самые многочисленные… Да, инфансоны тоже имели право на личные гербы, но вместо знамени, на знамя у них права не было, вместо знамени они имели право поднимать на копье пендон, небольшой вымпел, размерами и формой, сильно отличавшейся от знамени. Соответственно, низший слой рыцарства, такие башелье, это обычные рыцари, которые не имели права на знамя, не имели права на пендон, на значок. Как правило, воевали под началом инфансонов или магнатов. Сами они воевали отдельно, как бы сказать, это редкость. Вот, рыцари по-кастильски – кавальерос, их прислуга – эскудерос. При этом отдельно выделяется в среде рыцарей и оруженосцев, отдельно выделяются те, кто получает положение рыцаря или оруженосца, стало быть, по наследству, то есть чьи родители были рыцарями или оруженосцами. Вот такие, вот такая вот наследственная низшая знать называлась идальго. Идальгия, да, соответственно, рыцарь идальго или оруженосец идальго. Отличительная черта, которая при Альфонсо XI мало играла, а вот потом она станет, на самом деле, одной из самых отличительных и самых ярких отличительных черт идальго. Идальго освобождались от уплаты налогов. В противовес им всех остальных называли печеро – плательщики. Но к этому мы еще вернемся, и об этом мы еще отдельно поговорим в соответствующей лекции. При этом идальго, разумеется, было еще больше, чем инфансонов, а простых рыцарей больше, чем рыцарей идальго. В общей сложности, если брать только рыцарей идальго, понятно, что инфансоны тоже идальго, и магнаты, разумеется, тоже идальго, вот, если брать только вот это вот знать, которая идальгия, от оруженосцев до магнатов, то ее доля в Кастильском обществе к середине XIV века доходила до совершенно жутких показателей, до 10%. То есть каждый десятый идальго. Это впоследствии создаст для королевства очень и очень серьезные проблемы. На иллюстрации гербы двух родов, наверное, одни из самых могущественных магнатов, и уж точно представители этих двух родов играли важнейшую роль как раз в эпоху правления королей Альфонса X, вот Альфонса X и, скажем, до Альфонса XI, да, это вот роды Лара слева с котлами и Аро с псами. В более позднюю эпоху уже будет новая знать, и мы с ней познакомимся в дальнейшем разговоре. Духовенство церковь здесь прежде всего это, конечно, прилаты. Архиепископы, то есть архиепископы, епископы, да, аббаты крупных монастырей. Официальной главой церкви являлся митрополит Толедо, который имел статус примаса Испании. Эту честь одно время оспаривали у Толедо, прилаты Сантьяго де Компостело и даже сарагусы арагунские, да, но толетские митрополиты отстояли за собой право вот этого Верховенства в Испанской Церкви. Епископы, епископы могли быть разными, это я немножко забегаю вперед, потому что это важно. Епископы могли быть как из, как назначенное, собственно, говоря, как из секулярного клира, да, так и из регулярного. То есть, епископы могли быть как обычные, так и орденские, представлявшие интересы, соответственно, своих орденов. И мы переходим на шаг ниже, да, к регулярному клиру. Регулярный, то есть, те, чем отличается регулярный клир от секулярного. Здесь неправильно вспоминать различия, существующие в православной традиции белого и черного духовенства. Это будет ошибкой. На самом деле, секулярный клир, те, кто vivund in seculo, те, кто живут в миру, то есть, те, кто живут в миру, взаимодействуют с мириадами, но при этом они священники, да, они пострижены и рукоположены в сан. Это большой спектр от приходских священников до клириков соборных капитулов, из чьей среды, как вы понимаете, выходили не только деканы капитулов, но и зачастую епископы и митрополиты. Регулярный клир, те, кто живут по регуле, то есть, по правилу, их можно было бы назвать монашествующими. Это тоже будет ошибка, но не грубая. Скажем, не весь регулярный клир входит в число монашествующих. Все монахи относятся к регулярному клиру, но не все регулярные клирики монахи. В частности, представители двух наиболее известных орденов, доминиканцев, францисканцев, регулярными клириками являлись, а вот монахами нет. Братьями конвентуальной жизни они были. Важнейшее отличие, да, монахи не рукоположены в священнике. Все доминиканцы и францисканцы, все полноправные братья этих двух орденов были рукоположены в священники и имели право служить мясу. Соответственно, помимо доминиканцев, францисканцев, мужских, женских ветвей, следует упомянуть о старцианцах, сильно меньше августинцев. И в более позднюю эпоху, когда будем говорить уже об эпохе Тростамора, на горизонте появится еще орден Иеронимитов, такой типичный испанский орден. Можно упомянуть и военно-рыцарские ордена, то есть Сантьяло, Калатрава, Алькантера, прежде всего. Но их сложно отнести в чистую к духовенству. Они относятся и к духовенству, и к знати, и зачастую больше к знати, чем к духовенству. А что касается городов, я уже упоминал про территориальные общины, про общины Консехо. Для того, чтобы говорить о Консехо подробнее, следует, конечно, прочесть монографию Олега Валентиновича Аурова про город и рыцарство в Кастильской астрономодуре 13-го, 1-й половины 14-го веков, где подробно расписан и состав Консехо, и его структура, и где обсуждается его роль, следует ли считать это именно территориальной общиной, или скорее частью системы семьи реальной власти. Важно упомянуть, что в число, в состав городских общин Консехо входили рыцари, в том числе рыцари Идальгу, обратите внимание. Были кавальерус Вильянос, то есть конные воины, рыцари из числа горожан, но при этом не Идальгу, не потомственные. Но были и, собственно, кавальерус Идальгу, или фихус Дальгу, как их называли в 13-14 веках. Основной способ отстаивать свои интересы для Консехо, это, конечно, участвовать в заседании Кортоса, призывать своих прокурадоров, своих представителей, и через них доносить до короля свои запросы, свои интересы, свои просьбы и свои жалобы, чтобы их отравить. В период малолетства Фернандо IV, а затем в период малолетства Альфонсо XI, Консехо Кастильо и Леона опробуют новую форму, такой групповой солидарности, гражданской солидарности, я бы даже сказал, это Эрмандадес, братство. Основная цель которых, это противостоять грабежам со стороны магнатов и инфансонов и защищать интересы короны. То есть это та самая опора короля на города, только в данном случае опора на оборотах городов на королевскую власть в поисках помощи и поддержки. Одним из основных предметов жалоб прокурадоров многих Консехо были как раз действия скотовладельцев, погонщиков скота, пастухов. В правлении Альфонса X в 1273 году скотовладельцы Кастильи были объединены в такое месту. Консехо де Место, да. А вот Место – это объединение скотовладельцев, это, собственно, существительное в единственном числе, да. Вот. Во главе места, во главе организации места стоял Алькальд-президент, Алькальд-энтрегадор по-кастильски. Четверо Алькальдес де Квадрильке, стало быть, каждый из которых представлял, как правило, один из городов, истоков основных скотопрогонных путей Канятос, да. Города перед вами на слайде. И, будучи основанным, повторюсь, в 70-е годы при Альфонсе X и, в общем, с его деятельным содействием, Место уверенно, очень уверенно дрейфовало к тому, чтобы войти в состав системы управления, то есть стать частью властной структуры королевства, причем именно королевской властной структуры, да, то есть место очень активно ищет себе покровителя в лице короля. В 1343 году, как я уже говорил, да, пошлина Запрогонска, там Антазго объявляется собственностью короны, а в 1347 году Альфонсо XI де-факто переводит месту под полный контроль короны. Если мы очень сильно заглянем вперед, то есть на полтора века, то мы увидим, что в правлении католических королей Фернандо Изабелло, одним из старейших членов Королевского Совета, не по возрасту, а просто вот по стажу в Королевском Совете, станет именно представитель Месты, алькальд-президент Месты. Ну и начинали мы этот разговор с рассказа о рождении Альфонса XI, о том, как он в возрасте года и нескольких дней стал королем. Давайте завершим переходом к следующей лекции, да, посажем из хроники короля Педро I, в котором в первой главе, собственно, описывается смерть Альфонсо XI во время осады Гибралтера. Обратите, пожалуйста, внимание на этот пассаж, да, и хотя все бывшие с королем в лагере под Гибралтером говорили ему и советовали, чтобы он снял осаду, поскольку многие там умирали, а сам он подвергал себе великой опасности умереть от чумы, имеется в виду, король не желал выезжать из лагеря, говоря, что будет ему весьма стыдно, если он снимет осаду из страха смерти. Но исход был, увы, предсказуем, с бугонной чумой шутить нельзя. Альфонсо XI заразился в угонной чумой и умер в Великую Пятницу перед Пасхой в 1350 году в возрасте 39 лет на пике своих сил, на пике своей славы. На этом кончается его эпоха и кончается эпоха высокого средневековья для Кастилии. И начинается то, что можно назвать поздним средневековьем, о чем мы и будем говорить в следующей лекции. Пожалуйста, обратите внимание на приведенную на слайде литературу. Спасибо.